В связи с увеличившимся количеством ДТП с участием пешеходов, патрульная полиция Одессы вышла на рейд. С нарушителями правил дорожного движения проводят профилактические беседы, ну а особо злостных наказывают деньгами. С одним из экипажей на улицах города побывали наши корреспонденты. Что из этого вышло, смотрите далее в сюжете Сергея Бандура. Довольно часто пешеходы ругают водителей, мол они их притесняют и ущемляют, совершенно не соблюдая правила. Правда, при этом почему-то забывают, что сами являются тоже участниками дорожного движения. Из-за нарушения ПДД несут точно такую же ответственность. Сегодня о их правах и обязанностях пешеходам напоминали копы и наша съемочная группа. С начала года в Одессе в дорожно-транспортных происшествиях пострадало больше тысячи человек. Около 30 погибло и половина это пешеходы. Из-за их невнимательности и небрежности происходят непоправимые вещи. Совсем свежу в памяти недавнее происшествие на проспекте Шевченко. Молодой парень попытался перебежать дорогу на красный свет. В итоге погиб под колесами Хонды. Задача сегодняшнего рейда напомнить с виду взрослым людям очевидные вещи. Вот этот мужчина поленился дойти 15 метров до зебры на Гагарина. Аргумент – у него болят ноги. А вот еще один его коллега-нарушитель. Немного поспорил с копами, но в итоге признал, что правила нарушать нельзя. Как бонус ему – воспитательная беседа и штраф в 51 гривну. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте. То есть отсутствует пешеходный переход, хотя пешеходный переход находится в 30 метрах в одну сторону, в 60 в другую. Вот такой вот сознательный народ не пугает его ни камеры, ни полицейский экипаж. Едем дальше. Вообще этот рейд планировался по пешеходам, но дорожная обстановка внесла свои коррективы. Вот этот водитель Тойоты решил свернуть в дворы через две сплошные. Кстати, запомните это нарушение. Оно еще станет гвоздем программы. Мужчина по имени Джават искренне недоумевает, за что его остановили. Еще больше удивляется, когда копы отказываются решить все мирно, на месте и выписывают постановление. Девушка, не смейте думать взятку. Камера пишет, а это криминальная ответственность. В итоге сделали все по закону. Водитель пересек дорожную разметку 1.3 на Сигецкой 1. Было вынесено постановление по 122 части 1. Это штраф 255 гривен. Продолжаем совместное патрулирование. Вот копы делают замечание молодежи на Киеве. Водитель говорит за рулем по телефону. Правда, ребята оказались не из робких. Пытаются наглеть и спорить, не замечая при этом, что нарушают целый ряд пунктов ПДД. За что и были остановлены. Выйдя из машины, продолжают хамить. Мол, не видят причину остановки. Причина остановки. У вас не был пристегнутый ремень безопасности. Общались по телефону и проехали с топлива. Правда, как выяснилось, для ребят нарушение трех пунктов ПДД вообще не аргумент. Кто видел то, что ты своими глазами видел? Это тут при чем? При чем здесь то, что ты видел своими глазами? Да, я тоже много чего видел своими глазами. Я тоже приду и скажу, что ты нарушил. В итоге молодым до ранним постановление все же выписали. У вас есть 10 дней в судебном порядке оскорить данное постановление. Едем дальше. Район Политеха. Тут просто кладезь дорожной небрежности. Мало того, что людям лень спуститься в подземно-пешеходный переход, вместо того, чтобы перебегать в проезжую часть петля между машинами, так еще и автомобилисты один за одним сворачивают через две сплошных к Макдональдсу. Тяга к фастфуду сильнее инстинкта самосохранения. Ваша водительская свидетельство о регистрации. Нарушили правила дорожного движения. Прямо при инспекторах полиции стоит. Пересекли двойную сплошную 1-3 в дорожной разметке. Водитель Мерседеса говорит, очень хотел кушать, поэтому решил пойти на нарушение. Мужчина за рулем «Пежо» вообще оголодал настолько, что решил развернуться через тречку прямо при камере и двух копах. Ты не ты, когда голодный. Я же не прячусь, стою посередине. Перед вами просто человек видели, хотел пойти, потом передумал. Можно подумать, почему он передумал. Я считаю, что это не знаю. Ему тоже постановление на 255 гривен. И таких еще несколько. Копы, с которыми мы побывали в рейде, уверены, такие профилактические меры нужны. Они воспитывают сознательность и в водителях, и в пешеходах. И приучают последних чувствовать себя частью дорожного движения. Я считаю, что в Одессе, например, самая большая проблема именно с пешеходами. Очень много. Когда я первый раз приехал в Одессу, первое, что я увидел, это как все пешеходы бросаются. Особенно на Разумовска. Стоя спиной к дороге, начинает движение через дорогу. И сам становился уже свидетелем ни одной аварии с летальным исходом, где был именно виноват. Ну, как бы по вине пешехода несет ответственность водитель, поскольку пешеход бросался просто, просто бросался в проезжающий автомобиль. Сегодняшняя отработка не единичная. В течение месяца до 12 сентября копы будут работать в аналогичном режиме. Так что не удивляйтесь, если вас остановят за пересечение дороги не по зебре. На этом рейд заканчивается. Всего за пару часов экипаж выписал пять постановлений, вынес несколько устных предупреждений. А от себя можем добавить. Переходите дорогу только в положенном месте и вообще соблюдайте ПДД. Тогда ваш шанс выжить в дорожной суете миллионного города значительно возрастает. Сергей Бандур, Валентин Мирза, Седьмой канал.